Христос воскрес! Христос воскрес! Ристос воскрес! Аминь, братья и сестры! Пожалуйста, присаживайтесь! Сегодня мы празднуем Пасху! Пасха – это самый торжественный момент за всю историю человечества! Мы празднуем победу того, кто выполнил свою миссию! Пасха – это исполнение Слова Бога! Через жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа! Итак, давайте откроем наши Библии и текст, который мы будем читать, находится в первой главе Иоанна. Мы будем читать с первого стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Сегодня я хотел бы порассуждать вместе с вами на тему Слова. Слова бывают разные. Некоторые слова поднимают людей, другие слова опускают людей. Есть слова, которые утешают, другие слова приносят боль или, может быть, даже горечь. Бывают пустые слова, бывают слова, которые имеют вес. Эти слова основаны на истине, они поддерживаются на деле. Сказать легко, сделать бывает намного сложнее, не так ли? Сказать человеку «Я тебя люблю» – это очень просто. Доказать свою любовь на деле бывает сложнее. Или сказать, что «Я специалист в какой-то сфере» – это тоже легко. Добиться результатов бывает трудно. В первом стихе мы прочитали, что «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Есть много разных слов в мире, но из всех слов есть Слово с большой буквы, о котором мы прочитали в первом стихе. Этим Словом является Иисус Христос. Иисус Христос – это самое главное Слово, которое прозвучало к нам, людям, за всю историю человечества. Иоанн называет Иисуса Словом, потому что Иисус не только говорил слова Бога, находясь здесь на земле, Он был Богом. Мы читаем дальше в отрывке, что Слово, то есть Иисус, стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. В Своем приходе на землю, в учении, в труде, в жизни и смерти, Иисус отображал истину Бога в Своей самой сущности. Иисус был Словом Бога в действии. Он был послан на землю, Он пришел, Он умер за нас, и потом через три дня воскрес. Это было последним и окончательным Словом Бога в ответ к греху и смерти. Мы все испытывали ситуации в жизни, когда люди просто говорили слова, и на этом все заканчивалось. На этом все останавливалось. Мы все испытывали то, когда слова не поддерживались на деле. Когда люди не отвечали за свои слова. Где бы мы были, если бы Бог просто остановился на словах «Я вас люблю» и не доказал этих слов на деле. Где бы мы были, если бы Бог пообещал послать Мессию на землю ради нашего спасения, но потом передумал, увидев нашу испорченность, нашу греховную природу, все зло, которое находится в нас. Где бы мы были, если бы Сын Божий пришел на землю, но потом не решился умереть, страдать за наше спасение, понести всю тяжесть наших грехов. У нас не было бы сегодня причины праздновать. Но у Бога не так. Бог всегда отвечал и отвечает за свои слова. Мы читаем в Писании, что у Бога не останется тщетным ни одно слово. Он всегда говорит правду, потому что Он и есть источник всей правды. Его слово существовало в самом начале. И на этом слове держится все. Каждое слово на любом языке, вся истина, наука, наша планета, жизнь каждого из нас. Все появилось и существует благодаря первоначальному слову Бога. В Иоанна 3 главе 16 стихе мы читаем, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Когда Бог возлюбил мир, Он не остановился на пустых словах. Он не любил нас со стороны, со Своего престола, где у Него есть все, где Он не нуждается ни в чем. Он не просто послал пророков на землю, чтобы подбодрить или утешить, может быть, как-то нас поддержать. Бог отвечает за свои слова. Он послал Мессию, который принял наши грехи на Себя и воскрес победителем. И в этом и есть праздник Пасхи. В Ветхом Завете мы читаем множество пророчеств и отрывков, текстов, в которых Бог предвещает спасение мира через Мессию. Победа Иисуса, которую мы празднуем сегодня, это исполнение Слова Бога. Он не только исполнил пророчество, Он не только исполнил Слово Бога через свою святую жизнь, здесь, на земле, где Он не совершил ни одного греха. И Иисус прошел путь Голгофы через великие искушения и страдания и через свою смерть на кресте умер за наше спасение. Это все было исполнение Писания или Слова Бога к нам, к людям, того, что Он обещал нам издревле. Мы читаем в 1 Коринфянам, 15 главе, 3-4 стих, «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. В исполнении послушания Отцу, Сын Бога, умер на кресте, и Бог Отец воскресил Его. Иисус вышел победителем, и через эту победу мы имеем надежду и спасение вечной жизни. В 4 стихе 1 главы Иоанна, того отрывка, который мы прочитали в начале, мы читаем, что в нем, в Иисусе, жизнь, и через это мы имеем свет. Друзья, в чем праздник Пасхи выражается для нас? Пасха – это победа. Это победа над грехом, для праведной жизни по благодати. Это победа над смертью, для вечной жизни. Это победа, где в итоге наша жизнь приносит славу Богу. Многие из нас однажды дали обет или обещание Богу при нашем крещении, что мы будем служить Ему доброй совестью. «Являемся ли мы людьми Слова?» Иисус был человеком Слова. Он сказал, что умрет за грехи всего мира, и Он это сделал. Он сказал, что через три дня воскреснет, и Он это сделал. Ни одно слово, которое Он произнес, не было пусто. Единственное пустое место – это гробница, потому что Он воскрес. Пасха – это ответ Бога за свои слова. Это последний, оглушительный, окончательный ответ смерти и греху. Пасха – это исполнение слова, которое существовало в самом начале и будет существовать вечно. В этом слове, в Иисусе Христе, наша победа, наша надежда и наше спасение. Христос воскрес! Песня! Помолимся!